На то в хату, господа! У микрофона Данты, и сегодня мы продолжаем играть в Ведьмак 3 Дикая Зигота. Остановились мы на том, что мы выполнили последнее желание Йеннифер, и сегодня мы будем искать Уму. Ну, как искать? Мы будем говорить сержанту, который находится в Велине, в Бароновском замке, что мы его просто забираем. Уже частично этот квест показал в той серии, когда проебался. Я не знал просто, что желание Йеннифера будет провалено, если мы пойдем сначала за Умой, а потом будем помогать Йенниферу. Поэтому мы с тобой, по сути, вдвоем взяли и перепрошли эту миссию. Мне надо выключить уведомления, я это не сделал. Вот, я выключил уведомления, и мы направляемся к сержанту. Я думаю, можно выполнить этот квестик. И, в принципе, все. Выполним квест с Умой, да и закончим на сегодня. У меня такой план действий на эту серию. Доп-квесты никакие не брать, не выполнять. Ну, только если по дороге не попадутся, вы же меня знаете, да. У меня скоро будет 27 уровень. А это значит, что скоро я смогу надеть броню, которую у меня скрафтила данная мадемуазель. Вот она спереди, там лошади у нее еще стоят. Вот она. Броню кует. Теперь, по-честному, не этот краснолюд, который нихуя делать не умеет, а она. И вся слава достается ей. Мы уже пришли к сержанту. Сейчас мы с ним будем говорить насчет Умы. У меня урчит Холодос. Я пришел забрать Уму. У барона надо спросить. А так склалось, что нету его. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать? А это было бы ошибкой. Смертельной ошибкой. Думаешь, я тебя боюсь? Нет, стоит бояться. Добро. Не буду проливать кровь из-за какого-то... Так а вот ты какую-то кровь прольешь? Забирай его. Ты много благодарен. Бля, ну графон сочный. Это палитра цветов. Это просто что-то с чем-то. Мне прям очень и очень нравится. Вообще, да, вижу, что тут есть пещера, в которой я якобы не был, но я там был. Я забираю уродцы. Нет такого. Сержант Ардальд разрешил. Давай уродцы. Привезете его обратно. Скучно без него будет. Найди себе другое развлечение. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломенных. А что? Так ведьмаки развлекаются? Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. Реально. А то сейчас меч в жопу засуну. А где моя дверь, живая. Привет, малыш. Не хочет он, чтоб мы его трогали. Он такой страшненький, бедненький. Мне его так жалко. Данечка, бедненький. Макаров, ну как ты так вот это вот... Нас с тобой немножечко отвлекли, но я думаю, это не особо важно. Хватит дурачиться. Едем. С Геральта вышел бы неплохой отец. У нас гости. На мельфгардских боевых конях. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Не понял. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, никого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. А чё, они еле едут. Наверное, быстро надо доехать. Они чё-то еле плетутся. Ну да ладно. Мне вообще книг столько надо продать. Третья армия возьмёт Бенглиан с запада. Позвольте заметить. Разведка сообщает, что гарнизон Бенглиана почти полностью состоит из наёмников. Предлагаешь подпуск? Мы возьмём город без людских потерь. Ты куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете? Йеннифер в своём платье в этом смешном. Император, Йеннифер. Я позвал тебя нелюбезностями обмениваться. Докладывай. Не надо мной командовать. Без любезностей, тем лучше. Но помни, я не твой солдат, так что не нужно мне приказывать. Ты предпочитаешь, чтобы я отдал приказ стража? Оглянись, мне достаточно кивнуть. У Гера. Слушаю тебя. Я мужик. Это... Я ведьмок. Этот человек ключ к поискам Цири. Я даю тебе три свежих следа. Предлагаю помощь Это разведки и придворной чародейки, а ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело, слышишь? Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой раб. Я ищу иголку в стоге сена. Почему эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командуя десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жидки. От меня жалуйся... Слышишь, чел, тебе подрассказать, что со мной вообще происходит. Ну, двоечку выберу. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Ацири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Об этом Ян знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велин. Там их пути разошлись. Сири провела некоторое время у тамошнего барона, который... Я знаю своих ленгиков. Барона отправила ее в Новиград. Сири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же. Не скажу, что эти сведения крайне полезны. Но я вижу, вы зря времени не теряли. Тогда на скачках был. Ничего себе, Ральша выдал. Рютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йенни, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересует. И сколько ты мне дашь? 2000 крон. Блин. Но я не буду сюда привозить. Это не просьба, Гер. Это прекрасно. И я очень тебе советую. Не пренебрегай им. Аудиенция окончена. До свидания. Пока. Как мы снимем проклятие? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт. Прости, но я не сумею перенести тебя с Умой и плотвой. Так что... Ничего страшного. Я поеду вверху. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Может, порталы? Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Да. Я поехала. Стю, я думал, он ей что-то другое даст. Другие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума. Самый отвратительный человек на свете, над которым тяготела загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар. Ведьмачья крепость Каэр Морхен. Каэр Морхен. Неделю спустя. А че она Уму с собой не взяла? Каэр Морхен. Каэр Морхен. Каэр Морхен. Каэр Морхен. Успокойся. Айгар Морхен. Идет, идёт. О, кого веток принесло. Долго тебя не было. очень долго для какой прикольный как дорога пару миль назад видел вела хвоста так все спокойно только пассажиры все время вертится что у нас тут множественные деформации глаза уши ноздри зайчья губа а это тише тише право было не красавицам конечно но нечего а где блять я хотел двойку выбрать не туда нажал в темноте здесь здесь еще как вы поссорились я понимаю что она женщина как это сейчас говорят эмансипирован но разве хорошие манеры на нее не распространяются телепортировалась и никакого тебе здравствуйте сразу мол будем снимать заклятие нужно сделать то и это эскель ландерт шевелитесь а потом пошла в комнату для гостей и и кровать с балкона выбросил хорошая была кровать я и тоже самое сказал дубовое основание пуховый матрас рис всегда говорила что тогда понятно что ты понял что ты понял где все так где все эскель охотится на вилохвостов их и так нужно извести пока не расплодились но а йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты как говорится одним выстрелом двух зайцев ландерт еще в замке собирается в горы чтобы наполнить филактерий энергии стихий а ян забирает мегаскоп хотела и меня загнать к себе помощь я должен был бегать с какой-то пищащий штуковиной и чего-то там искать да я слишком стар для таких глупостей тогда пойду с ней поздороваюсь хорошо только не жди что она тебе бросится на шею цветочки одуванчики платва с тобой все хорошо что ты делаешь ладно суммой можно поговорить мы можем поговорить продолжаем и волосы шрам на щите ты видел ее понятно берите себя мы с вами наконец-то продолжаем мы с тобой вдвоем меня была куча работы которая резко вылезла помочь енифер починить мегаскоп поговорить с ламбертом о походе кругу стихий найти эскеля помочь ему поймать белка хвоста вот можно с эскель там походить по корморхину по кругам его и помочь на поймать вилла хвоста я почему-то сказал вилка хвоста ну не важно я хочу начать с него следы ведьмачи да это мы помним это нам сказали хочу пожелать даннику в дебатах он знает про кого я те кто знает и пойму до удачи вот чтобы он их выиграл естественно я в него верю золотал до баллы чтобы все у него было хорошо семья детишки здоровье вот это вот все а мы направляемся к вилла хвоста я наверное сумма и может даже все задание за серию не успею зависимости от того насколько она длинная ну если что подразделю на две части или же выпущу просто вторую и она будет мега коротенькая как это было с челиком который волка превратился а где эта трава я не пойму нету вот это прикол не хочу я бежать на платве я нынешние травы нынешние виды еще не видел и я хочу посмотреть вообще может какие-то здания есть помещение вообще вот вот в категоре нам надо с тобой сходить вообще пока не знаю надо карту хоть открыть кайр морхина о мужик нам с тобой бегать и бегать я уже тут вижу знаки вопроса которые мы обязательно шосс карта у меня ладно который мы обязательно с тобой пойдем и я почему-то нажимаю на монитора на меня сюда телепортирует неважно и мы там посмотрим что есть мне нужно вообще подняться выше почему выше пишет анти по из-за того что на холме но прикольно я хочу еще подсобирать травушек муравушек у меня их все меньше и меньше потому что заклинаний отваров заклинаний что говорю эликсиров отваров все меньше и меньше я дебил ну эликсиров и отваров все больше травы то все меньше понимаешь это я вафлер короче под собраться надо немного вот что надо сделать а то я прям какой-то стыд стыд и позор показывают меч морибора посмотрим что за оружие мне выпало последнее испытание вернуться к ламберту а мне ж надо да мне ж надо с ламбертом там побазарить не 7000 крон стальное оружие 15 дэмэджа меньше проходник войну все короче говно повыпадало я понял а мы тем временем направляемся за эскелем а вот и собственно жеребец эскеля василек прикольное я выключал телеграм чтобы ничего не отвлекала с кем разбил лагерь собирался побыть тут подольше лучшая масса против драконоидов ничего себе ног и козьих копыт интересно вот это я понимаю масличка нашел камни и след обрывается замечательно попробую пойти по запаху эскеля я не почую а вот козла надо только найти что-нибудь что пахнет козлом чтобы было проще взять след что может пахнуть козлом и судраной коры похоже козел и скелетерса дерево лог шерсти нюхать лани тут какие-то бегают прикольно вообще локация примаху ели она покруче чем велин о велин скелеге мне намного нравится больше тут и горы тоже и какие-то реки добавила хвоста приманить колышку козу вервием привяжи и среди листвы и как можно скорее скройся в диаре брата альберта страница 82 память у тебя вижу еще хорошая несмотря на годы зато тебя слух на старости лет стал подводить подпускаешь к себе как глухарь на таку я твое сопение слышал за 3 мили только лень был из кустов вылезать хуями померились как истинно ведьмаки я тебя тоже я тоже рад тебя видеть как дела по старому от утопца к утопцу и все я простой ведьмак не сражаюсь с драконами не братаюсь с королями не сплюсь чародейками и то что некоторые впредь постарайся ограничиться чародейками спать бля это такой ламповый дружеский дружеский разговор мне прям очень нравится где эта дурочка да бог иди блять что ты ты что-то можешь или ты что-то хочешь сынок она блять спустись на сука я понял квест надо заниматься ух ебать какой вид нахуй этот худ ебать как же это охуенно не боишься оставлять коня внизу вдруг велохвост его подерет какое-то василек боевой конька едвенских кровей я не хочу никуда идти как всегда и говорю ему дашь мне то что дома застанет но ребенка не было зато как раз клячу у него ожеребилась эскель и 8 ебать пизда то как я куда-то не туда пошел но мне абсолютно все равно потерял много крови артерия перебита крови светлая далеко уже не улетит блять эти виды сука я не могу просто здесь он приземлился и не слишком ловко смотри на следы он похоже сломал крыло кажется смылся в логово и хорошо оттуда уже не убежи но все опять унылые подземелья эти хнющие мясо еще гриб я по мини-карте если шо хожу сразу предупреждаю пойдем куда-нибудь сюда понимаю нескольте за мы не ходишь старый волк но бразды не испорчи куда ты блять куда я блять куда и не порть момент видал как умею мужик а нахуй ты ко мне пошел ну хорошо забери ликвар и пойдем отсюда спиномословую жидкость от черепа ян говорила зачем я это не объясняла зачем я это то есть ты тоже не знаешь тебя это не беспокоит не я доверяю говорят люди на ошибках учатся что ничего ничего прекрасно тогда пойдем я вообще стрис мужик если шо куда идем блять под лутаться еще надо дабы велохвоста приманить нужно пальчик зарубить ладно плохая рифма мне не нравится я вообще тут такой местный рифмоплетик если вы понимаете о чем я да улучшенные перчатки школы волка сюда не пойму что не пятница то постоянно происходит блять какой-то пиздец разумеет ось не мужу я маная штрясы тришечка они там по-любому проход есть слышишь или почему вот зачем делать стологниты которые просто так светятся для чего чтобы их разрушить а дальше что ну вот что похуй о платва ну давай давай испытание я бы тебя на хромой свиньи обогнал ладно почему не да не обижайся ты давай давай сынок об и блять плотва ты шо меня подводишь так я не понял что происходит мужик у меня блять седло на 100 энергии там балков его тучу ой в пизду короче без худа надо бежать похуй на эту гонку как же это кинематографичный я не могу боже как же охуенно платва тихо а я вообще туда бегу мне интересно наверно да нет а есть загрузка я быстренько сейчас перезагружусь мне кажется что надо все-таки выиграть эскиля в скачках я как бы главный скачун тут на районе так чертежик грибочки грибочки ничего пропускать нельзя иначе потом поплатимся за это долгим прохождением игры всякие доп квест надо будет выполнять еще что-то так это мы видели с удовольствием давай 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 поехали будем с худоком и так уж и быть ваффлер на старте вообще не выжимает я походу не свернула надо было свернуть ну ладно ничего страшного переиграем условных 20 секунд роли не особо играют да надо было сюда направо свернуть я дальше поскакал ну там так красиво просто а вон где кормой а не до корморхи нам же в этой стране надо было запоминать тебе бежал все-таки не но тут я думаю я не заблукаю поэтому можно и без худо шо ты не вдоха смотри шею не сверни тихо на дорогу то щас довоебусь а ух эти лучи это солнышко шо там василек как с васильком дела обстоят ну наконец-то я тебя заждался у меня седло сползало плохой балерине пачка мешает сам ты балерина холера верховая тебе полагается какая-нибудь награда давай давай да ладно ничего не надо да ну ничего я от тебя не возьму в крайнем случае как-нибудь поставишь мне выпивку договорились будем добрым так дабы вилхах там уже читали а куда дальше то мне так нравится тут в корморхине что даже идти никуда не охотаю просто побегать посмотреть что да как уже кайф вообще тут два дуанчика растет а тут травичка потому что мы по сюжету были только на стенах да и все вроде в корморхине может быть нормальный дроп в этих бочках поэтому буду каждую лутать как минимум стараться я точно знаю что тут где-то спрятано какое-то задание вот сундук уже нашли да ты шо ремонтные эти еще одна точильня ножей вон красный сундучок лежит записки берингара изумрудная пыль чертова железяка неделю не отходил от наковальни с виду турхер но вышел на слово потом разлетелся в дребезги при первом пробном ударе наверное что-то напутал с составом сплава или неправильно закалил непонятно попробую еще раз но уже где-то в другом месте а то весь мир уже надоел своими премудрыми советами можно было догадаться что стоит его один раз просить потом уже не заткнешься не заткнешь не понимаю как геральт его выносит он работал над мечом и судя по заметкам хотел он не просто меч а торхэйр надо поговорить с весь миром может берингар с ним советовался и весь мир помнит в чем там дело так у тебя тоже такой меч уже был в чем проблема блять у меня этих ремонтных наборов 14 штук починим 1 что там по мечам 85 90 40 соточка да сапоги убийцы выбросил и ничего веса не убавилось ну ладно эти выкину вещи здесь вот торговца не хватает какого-нибудь такого знаете вот затаившегося тут невидимая стена ладно кэр морхен ну доброе утро блять прикол какой-то а шо выкинуть 300 120 выкину да ну не я ремонтные наборы больше собирать не буду нахуй они мне нужны гидрогены у меня у меня переступни не было раньше поэтому я буду собирать вещь весь я прям побегаю бля ну выглядит кэр морхен пиздато ээ а сундуки мне открыть фух это не это ужас один день какой-то я не знаю играю играю меня постоянно отвлекают то тестов всяким владикам помочь пройти то еще что-то так ну железный слиток меня этим не удивишь тут тоже ничего не так а как так я думал что-то интересное будет собаки блять за окном лает вот минус какой надеюсь этих песиков не будет слышно на видео так утром ремонтный набор это я помню так мы сейчас поможем ламберту а потом а потом тут еще один внутренний двор да ты шо сказка а уже в следующей серии наверное короткую не буду записывать потому что после льмы может еще какой-то блять ящик нельзя блатать еще какой-то у вас будет сразу же здесь ну как минимум меч мы с вами этот выкуем и выполняем топ квесты какие будут новая лока как-никак надо хоть чуть-чуть ее побегать подлатать а ну залазь алкогес блять я думал что это ценное будет это такое так еще травы вижу еще еще карифоль это вообще дырка в замке понимаю нахуй хоть бы отстроили уже кто зайдет так кто попало закрыто дикой дикой зигота например потом и геральта страхи потому что дырки в тузах понимаете в тузе не должно быть дыры или дырок в тузу в тузе как хотите так и называйте я я просто бегаю смотрю может можно куда зайти о это кровать дубовая которую я нефер выкинула там по-моему из-за того что на ней есть волосы трис что-то такое сережка трис о серега трис взять прикол а мы трис тут увидим в кайрморхене или нет так слева мы посмотрели что есть справа мне теперь интересно ну один топ квест мы нашли с мечом может еще какой будет так на эту тему мы собираем ничего себя миф уж нет так много я читать не хочу ля тут видимо киебать выращивают закрыто ну ладно пойдем сюда о это я с сырье по-моему бегал тут ой там снизу еще растите немного надо будет зайти подсобрать сейчас еще выше залезу посмотрю что там мне это навевает воспоминания с первой серии нет это не с первой серии было у меня ведьмах вообще начался блять уже с деревушки с какой-то но тут ничего нет ну да ладно если что-то будет то мой единственный зритель напишет мне об этом в комментариях и все будет нормально оп он не умер вау это прям респект траву мы везде пособирали тут видимо ки видимо бухают бочонки пустые пустые ебать подожди толченая плоть чудовища ебать а я ее искал ой выпало там на 100 да мечи конечно хуета но не стоит дорого поэтому этот выкину худак выкину этот выкину нормально все будет я думаю седло все 2 5 блять половину энергии забирают энергии веса мы там все обутали да все ебать тут ебать да ты шо шнор ки ага это мой личный сундук ой я наверное сюда сейчас мечи скину короче главное одея остальное вес и все подоскину да тут походу шкура вот это все очень много весит с кем он разговаривает шо нибудь дал серебра не боится эксперименты проводят какие-то тут суммой лекс атлас инсектоидов геральт не ори дикая охота пластина из темной стали тут ведьмаки походу спят блюдо не не я же не остановлюсь пока я тут все не посмотрю мне очень локация нравится прям очень круто сделано покруче чем сериал или одноименном о а где ванна кто ванну убрал я помню мы тут с Ениферда сидели вместе дикая охота дикая охота блять а есть книги кроме дикой охоты все на продажу идет оппозиция в Нильгарде последнее желание прикольно а мы отсюда выходили да мы тут нет мы не тут на балконе стояли ну ладно блять ну ходы тут я ебу мое почтение а почему он тут может бегать у него чутье до этого не мог ладно геральт я тебе это еще припомню некрономикон снова это кто ебать подожди сейчас поговорим фауны северных земель некрономикон никакого блять нормального дропа никакого уважения ко мне я что-то все фуни уже находил что-то посыпало наныл наныл как говорится так ну дальше я уже не пойду в следующую комнату это уже как к геннифер пойдем лучи шкуры ой блять сколько всего добра весь мир охуеет когда узнает что у него запасы все закончились это не нормально столько дропа оставлять игрокам лошадиная шкура нихуя себе у меня таких еще не было пульс редкий но ровный ой в пизду так эскель а что ты делаешь крупная тварь месяц я его выслеживал но все-таки завалил сукина сына поздравляю и все-таки не могу не спросить зачем тебе его тело хочешь сделать чучело и повесить над камином хорошие мысли но сперва я закончу вскрытие эта осыпь была быстрее чем остальные быстрее и сильнее я хочу ее как следует осмотреть дай взглянуть позволишь взглянуть хочешь вас дать ей последние почести нет спасибо ты режь а я пока что-нибудь съем яблочко посмотрим голову давай осмотрим его голову длинные усы выдающиеся лобная доля но это нормально длинные уши и серьга ага я такое видел этот вид любит блестящие штучки как галки так а в пасти желтые тупые зубы одного верхнего и нижних резцов нет на зубы он не чистил ладно что там дальше вот это я понимаю не то что Шерл Холмс какой-то ну как есть что-нибудь интересное фрагменты непереваренной пищи похоже тут запас лет за 10 человеческие волосы мяшка ремня бдяки и золотое кольцо не хочешь Египер подарить если почистить будет как новое нет спасибо она носит только серебро и зря все остальное вполне обычно за исключением печи похоже он имел слабость крови пьяниц когти отличные когти дюймов 15 они растут у них всю жизнь этому было лет сто 110 ноги мощные особенно икры и стопы и я тебе скажу быстрый он был из-за вот он здесь через миг там все время в тени я едва мог его разглядеть как как ты его сделал о долгая история потом как-нибудь расскажу пока достаточно думаю я увидел достаточно старая особь опытная было бы здорово научиться понимать возраст катакана по следам чтобы не наткнуться на такую вот зверюгу а это вампир катакан это правда ну давай займемся этим потом увидимся я так понимаю это будет целый доп квест поэтому этим и займемся реально потом а пока ламберт что там эликсиры ларишь нет самогоны зачистки я так понимаю к моему приезду скорее к моему отъезду ты не слышал госпожа чародейка пожелали чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий сказал это нужно чтобы снять проклятие с этой вашей уродины это уродины может быть цири что это и как ты выразился уродиной может быть цири я слышал может проявишь немного сочувствия я называю вещи своими именами такой уж у меня характер ладно не хочу с тобой ссориться не хочу с тобой ссориться правда не стоит терять времени уродина ждет ламберт ой извиняюсь потенциальная цирилла во так то лучше звучит не слишком восторженно потому что я не вошел ты хорошо знаешь что путь кругу нелегкая прогулочка по разным причинам я пойду с тобой ну со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее ну что ты готов да да пойдем пойдем ничего ждать а кстати идти за ламбертом то и весной перевал на крыло лавина значит надо идти со стороны пруда как во время испытания медальона ничего себе помнишь как идти такое не забывается тот кто целым с медальона вернется докажет что сего достоин и на путь ступит дыра осталась еще от салоны чтобы ее не замуровали весь мир собирался но мне она не мешает да да там бояться бояться нечего а так можно срезать дорогу к пруду даже жалко что саламандры так мало дыра ставили или не развалили эту халабуду до конца халабуда ну че че он такой ну это ж крепость их история все дела я понимаю ведьмачьи испытания это трудности мало детей выживало нам что плыть через весь пруд нет у меня локко есть я тут рыбачья нога но вот те раз вот бы не подумал что ты будешь сидеть с удочкой я пользуюсь бомбами кидаешь одну и вылавливаешь что всплывет на поверхность хорош ааа это много и объясняешь кстати интересно тут рыба есть потому что даже в Скайриме она была хотя Скайрим вышла до ведьмака там именно по воде плывешь можешь на рыбу наткнуться олень это зашел геральт побежали ой блять у меня рог стоит ну падайте а че они не падают охуеть по квесту что ли не положено реально может у меня просто не должно быть его еще спасибо хорошо что тут целиться не надо автоприцеливанием не башить где ты этому научился один старый мастер сказал мне пару приемов когда я был за реками ладно ладно припаси свои побосинки для очередной чародейки ты че блять ты вообще знаешь кто я я белый волк я все умею как у тебя с весь миром поспокойнее вроде да старичок перестал читать мораль я стараюсь его особо не раздражать и как результаты средние ты знаешь замок большой в нем не сложно разминуться зараза я же и здесь привязывал может веревка лопнула да ты что я то думал лодка сама отвязалась вот зараза в таком тумане мы никогда перед моим приездом была буря дай подумать да дней 5 назад ага парус развернулся на ветру швартов лопнул и лодка уплыла в кусты да подожди пустая хата я думал тут что то есть кроме этих двух мешков с форин с форинами с форинами какие то хуйня блять мышехвост о вот эта тема нужна да вот топцы интересно кто его так разделал наверняка не человек так мужики где там этот блять ламберточек помощник кстати куэн уже два удара держит 17 лвл утопцев ты там что а ну потанцуем ни хуя ни хуя да нет сын мужик гром закончился стоит начать бояться что то 20 уровень вообще блять три удара подняться подняться на башку тролля и мы на месте это не кажется таким страшным да нет но все равно оторопь берет знаешь что из моей группы вернулись только двое так это вы нарвались в пещерах на старого грота тебя это по-прежнему мучает до сих пор это мучает мучает нет просто бесит на кой хера это испытание все равно большинство тех кто вернулся из круга стихий сгинули в течение года на каких-нибудь болотах охотясь на утопцев по кроне 30 за голову зачем все это виси мира спроси о я спрашивал много раз уверяю тебя прыгай в лодку ладно собираемся прыгай в лодку хорошо но поведу я это почему потому что это моя и все тут охуевший какой блять лодочка его плыви сам такой в таком случае понял блять или давай мне бараночку штурвал я капитан Данил Воробей ой там что-то нормально такое выпало зуб водной бабы это залазь давай все поплыли плывем плывем тут тоже можно фут под выключил да а что тебе что-то не нравится ну кроме того что она набирает воду ничего не ворчи на ту сторону доплывем если только не налетим на что-нибудь я дальше носа ничего не вижу вижу утопсов много запись идет 53 минуты уже туман густой как молоко в тебе пробудился поэт хочешь стих валяй ламберт ламберт хер моржовый ламберт ламберт вредный хуй вполне вполне нормально тупо я на поэте отклонись немножко от ветра у тебя парус хлопает не учи дедушку каш хорошо мы уже близко давай готов прогуляться по пещерам только прежде чем мы туда войдем лучше выпить кошку знаю будут еще ценные советы например не шуми а то разбудишь старого грота старый грот все еще там старый грот еще там сидит если только не оказал нам услугу и не сдох сам то да сидит и в любую минуту может выйти пиздиму значит дадим в нашем стишке чутко дремлет старый грот кто разбудит тот умрет пойдем слышишь там ребенок ты же знаешь что в этих краях никто кроме нас не живет Это иллюзия. А если нет? Делай что хочешь. Проверим. Давай проверим на всякий случай. Правда говорит весь мир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Но пойдем мы уже в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем на то в хату.